МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кристы открыли свой сезон. При перестроении включаются поворотники, смотрите в зеркала. Первые жертвы и основные правила безопасности у Альбины Минебаевой. Под прицелом одного из главных защитников Сталинграда. Утрадоночки выслеживает немцев снайпер Анатолий Чехов, лучший стрелок родимцевской дивизии. Об одном из главных героев войны Казанце Анатолий Чехове. Слава, Мухмадолин. Большой гастрономический фестиваль. Казань на путь попробовала и Альбина Сангараева. Самое время убираться решили татарстанцы и отправились сегодня в леса и озера. В республике началась акция «Чистая леса». На уборку лесных массивов вышли как рядовые жители, так и чиновники. Как труд облагораживает, увидела Алина Бережная. Чем дальше в лес, тем больше дров. Шум, линзопилы, эхо по лесу. Не дровосейки, это экологи затеяли субботник. Подспил не все деревья, только больные и сухие. Сухостой не убирают, оставляют на перегнивание. Это хорошая подпитка для почвы, говорят лесники. Мы убираем, делаем доброе дело, помогаем природе. Активисты, лесники и министр в лесу все равны, все нужны. Мы по республике практически во всех лесничествах организовали эту работу. Около 7 тысяч жителей примут сегодня участие. Мы планируем где-то убрать от мусора, чистить от мусора бытового мусора, валежника. На площади 300 гектаров. В перчатке, мешке и боевой настрой нужно убрать все, что осталось с прошлого года. Первые 15 минут и первая десятка мешков. Бутылки, жестянки, фантики, бумага и другой бытовой мусор. С начала весны из леса вывезено уже 1700 метров мусора или 170 грузовиков. Самые загрязненные участки вдоль дорог и дачных сообществ. Полиэтилены, пэт-бутылки в одну кучу, остальные отходы в другую. На озере Изумрудном субботник с особой философией. Место популярное среди отдыхающих, а того и мусора хоть и добавляй. Чистоту наводят 240 поруг. Среди них школьники, местные жители и чиновники. Что касается пэт-бутылок, у нас заберут потом на мусороперерабатывающий завод. А то, что остаток мусора уже потом вывезем на полигон. Убирают и под водой. На дно озера погружаются водолазы географического общества за сезон. Дайверы очищают почти 20 озер по всему Татарстану. С одного водоема достают до 100 килограммов мусора. И такой апгрейд в республике до 25 июня. Алина Бережная, Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, Морец Эдгараев, ТНВ, Казань, Высокогорский район. Активно работать с потенциальными резидентами. С таким призывом обратился Рустам Мениханов к руководителям муниципальных промзон. Надо общаться с ними, создавать необходимые условия, продвигать их продукцию, сказал президент на совещании в Доме правительства. Это в интересах промзон, так как гарантируют появление новых рабочих мест. О развитии промзон рассказал министр экономики. Количество предпринимателей в России находится на уровне мировых значений. Но их вклад в экономику значительно ниже. То есть тут нам нужно уже говорить о повышении эффективности деятельности каждого субъекта в малом и среднем. Это вкладывается производительность труда. Да, совершенно верно. Республика вкладывает бюджетные средства в создание промпарков более 10 лет. С 2007 года начали привлекаться средства федерального бюджета. Сейчас в Татарстане 63 муниципальных промпарка. На контроле руководство республики и посевная. Пока в районах засеяно лишь 23% полей. Впереди всех Заинский район. Здесь засеяно 62% площадей. Лидирует восточно-камская зона. Только приступает к посевной зона предками. Почему одни лидируют, другие отстают, об этом задумался Рамиль Шайдулин. Поля Заинска можно ставить в пример. Местные аграрии поймали точный баланс между теплыми днями и влагой в почве, уже перешагнув экватор посевной. Процентов посеет весной. Остальное, если не успеваем, если влага уйдет, то летний посевом будет. А так зеленеют озимые. Без потерь взошли все 13 тысяч гектаров. Неделю назад их подкормили биодобавками. Теперь вся надежда на теплое лето. И команду год от года заинские аграрии остаются в топе. Если бы вся республика, вся пашня Татарстана работала как здесь, мы, честно говоря, могли бы почти два раза увеличить продукцию земледели. Вот каким потенциалом обладает республика, если быть равным по результатам Заинскому району. Пока же темпы ниже прошлогодних больше, чем в два раза. О ходе посевной доложили Рустаму Миниханову. Цифры не самые радужные. В мае прошлого года было засеяно больше миллиона гектаров. В этом около 400 тысяч. Суточный потенциал сева в республике у нас позволяет иметь значительно выше того, что имеем сегодня. Наверняка сегодня мы выйдем на 100 тысяч гектаров и более среднесуточного посева. Но нам еще полтора раза его даже надо увеличить. Где-то помешала погода. Как заметили в Минсельхозе, местами влага не дает семенам как следует прижиться. И приходится дополнительно бароновать. А где-то, например, в предкамской зоне из-за холода к севу и вовсе только приступили. Но уже скоро аутсайдеры смогут все наверстать. Если оправдаются ожидания аграриев, и май не будет дождливым. Рамиль Шайдулин, Розима Кашапова, Юлия Ершова. Заинский район, Казань. Четверо погибших и восемь пострадавших. Таковы итоги нового мотосезона, который только стартовал. Печальная статистика ДТП с мотоциклистами уже опережает прошлогодние данные. Сегодня автоинспекторы вышли на перекрестки Казани, чтобы снова напомнить. На дороге без взаимоуважения опасно. Альбина Минебаева об основных правилах. Сделать два хвостика. Можно вообще все, что угодно делать. Бантики привязывать всякие разные. Не ради красоты, а ради безопасности. Все яркие элементы, чтобы на дорогах быть заметнее. У Елены мотосезон только начался, а уже конфликт с автомобилистом. Только вчера была ситуация, когда автомобилист просто, несмотря вообще никуда абсолютно, по телефону разговаривает, выкрутил руль. Я тормозилась, конечно, и потом ему высказала. В этом сезоне уже четыре мотоциклиста стали жертвами дорожных обстоятельств. Погибли при ДТП. Статистика прошлого сезона. 12 жертв нынешний сезон опережает. Здесь надо принимать внимание то, что ДТП все-таки с мотоциклистами имеет такой фактор, как сезонность. В этом году дороги открылись чуть-чуть пораньше, потеплее, поэтому мотоциклисты на дороги вышли пораньше. В этом случае сам мотоцикл остается, соответственно, в положении таком, что не повреждается. И вероятность того, что водители, например, останутся ноги под самим мотоциклом, тоже уже маловероятна. Если одним пилотам помогают так называемые дуги, то для других важно напомнить о себе. Поэтому сегодня мотоциклисты вышли на столичные перекрестки с листовками. У мотоциклистов слишком короткий сезон. За зиму автомобилисты уже успевают о них и забыть, поэтому как раз-таки они раздают такие листочки. Возьмите, пожалуйста. Помните основные правила, как не столкнуться с мотоциклистом? Да, поворотники надо включать и в зеркала смотреть по сейшке. И молодец! Но главная лояльность пока же каждый надеется на внимательность второго. Скакивают из слепой зоны, возникают очень неудобные ситуации. Приходится выруливать, выкручивать. В зеркало только смотреть, головой вертеть по сторонам, потому что маленькие, незаметные. Как пилоты покажут себя в этом году, быть заметнее мотоциклисты придерживаются испытанных правил. Альбина Минебаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Автобусы под прицелом. Остановка улица Волгоградская в Казани теперь украшает экспозиция в честь кавалера Ордена Красного Знамени Анатолия Чехова. Уроженец столицы республики, учитель главного стрелка Сталинградской битвы Василия Зайцева. Красочное граффити появилось в городе в преддверии 9 мая. Рисунок казанца оценили, но знают ли они, кто такой снайпер Чехов? Селфи на остановке улица Волгоградская. Отныне не только модная фотография в соцсети, но и популяризация истории. Каждый подъезжающий автобус здесь теперь под прицелом одного из защитников Сталинграда. 265 фашистских солдат. Такую цифру убитых с курка Анатолия Чехова назвал Василий Зайцев. Родился в Казани, а зам стрелкового мастерства учился у деда-охотника. На войне первое оружие – винтовка Мосина. Зайцев-то когда приезжал в Казань, он же признался, что мой учитель – ваш казанский Толя. Вот жалко пропал. И тут этот Толя встает из зала, подходит к нему и спрашивает, узнаешь? Представляете, встреча была в 65-м. Тогда Анатолий Чехов был уже беспартийным безработным, но память о нем и его героизме осталась в истории. Это отрывок из фильма в Волгоградской киностудии «Снайпер Чехов жив». Снутра доночки выслеживает немцев снайпер Анатолий Чехов, лучший стрелок родимцевской дивизии. Чехов, когда увидел фильм, что оказывается он жив, а снят был фильм уже в 65-м году. Это вот помните, когда День Победы начали праздновать. И Чехов вспомнил, что он недооценил этого парня. На представление к званию героя написал, хватит ему и ордена Красного Знамени. Под прицелом Чехова теперь автобусы под охраной пассажира. Приятно стоять на такой остановке и ждать автобуса. Нет, ну хорошо, тут и что-то, военная тематика, приятно. Так память о герое без награды, пусть хоть и через 75 лет, начинает восстанавливаться. Слават Мухмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Цветы, слова благодарности, праздничный концерт, поздравления с Днем Победы ветеранам труда, смуглянка, катюша и танцы военных лет. Все это для почетных гостей, силами сотрудников компании «Транснефть Прикамье». Стихи, песни, танцы, все происходящее на сцене, только о Великой Победе. На глазах ветеранов слезы, это слезы радости. Такие встречи с тружениками тыла сотрудников АО «Транснефть Прикамье» устраивают каждый год. Еще за несколько дней, до Великого Праздника, они выезжают ко всем ветеранам, дарят подарки и на месте решают их проблемы. Очень большое внимание нам уделили. Я такого впервые ощутил. Ежедневно, вот пять дней подряд, еще до 11 числа ежедневно нас приглашают на концерты, художественную самодеятельность приезжать. С каждым годом ветеранов становится все меньше, и сейчас главное для предприятия, каждого оставшегося свидетеля тех страшных лет, охватить вниманием и заботой. Никогда не забывают. Я вообще-то связист, но в нефтяной промышленности, уже я 40 с лишним лет. С самого основания почти. Спасибо, конечно, за внимание. Меня, как говорится, можно уже недавно, и вниманием не обходит. После концерта фото на память. Ветераны общаются друг с другом и долго не хотят расходиться. Между собой они договорились увидеться здесь через год. Радик Фархулина, Шат Мухаммедов, ТНВ, Лаишевский район. Флаг WorldSkills в Португалии. Церемония чествования прошла в городе Синише. Это уже седьмая остановка флага в большом путешествии по миру. В Португалии на стяг был несен логотип мировых соревнований по профессиональному мастерству, проходивших в Лиссабоне в 1964 году. Потом презентация предстоящего чемпионата мира WorldSkills 2019, который пройдет в августе в столице Татарстана. Мировые соревнования соберут лучших профессионалов со всей планеты для состязания за звание мирового чемпиона в более чем 50 компетенциях. Семейным фирмам приходится конкурировать с огромными заводами, а из национальных сувениров нечего выбрать. Проблемы развития народных художественных промыслов обсудили депутаты Госсовета с коллегами из Чувашского парламента. Чему научились друг у друга в краю 100 тысяч вышивок, расскажет Радик Фархулин. Гость радостно встречай, солнцем для него сияй, вспоминают в Братской Республике наказ древних Чувашей. Подают хлеб, соль и национальный напиток, пиво. Народные традиции приехали обсудить татарстанские депутаты. И первый понпрограммы – музей чувашской вышивки. Он открылся три года назад. Вышивка и сегодня – главный национальный бренд республики. Десятки орнаментов со своими названиями. Лягушачьи ламки, поробьиные ламки. Что они видели в природе, бы тут, то и вышивали. Здесь и современные ремесленники Зои Игнатьева. 15 лет занимается керамикой, колокольчики, свистульки, декоративной тарелки. Рада, что сегодня из-за увлечения можно сделать бизнес. Я полностью как бы перешла на сувениры, делаю целенаправленно и под заказ, и свои изделия создаю. А из Татарстана – семейная мастерская кожаных изделий. Как сделать народные ремесла выгоднее для мастеров, а национальные сувениры разнообразнее и привлекательнее для туристов – тема встречи депутатов двух республик. Например, в Турцию мы очень часто едем. Мы удивляемся, когда мы заходим в их магазины, сувенирные магазины. У них миллион разных подделок, народных художественных промыслов, а у нас их очень и очень мало было. Мы в прошлом году приняли закон о нематериальном культурном наследии. Такого закона в Российской Федерации нет. И таким законотворческим опытом спешат поделиться с чувашскими коллегами, ведь в ремеслах не только самоидентификация народов. Носит громадный потенциал и в развитии в социально-экономическом плане, потому что сегодня это реально, и трудоустройство, это и занятость. Но самое главное для нас важное значение, имея все же образовательный и воспитательный характер. Очень важно, чтобы Россия была представлена на мировой арене, как вот ее образ был представлен, как гостеприимная страна. Через народные художественные промыслы это один из путей, как это можно делать. Причем не только традиционные русские, но и национальных регионов. По итогам круглого стола указания органам исполнительной власти обновлять оборудование, поддерживать мелких производителей, местному самоуправлению, создавать соответствующие туристические комплексы, проводить фестивали и выставки. Радик Фархулин, Эдуард Мухаммедьянов, ТНВ, Чувашия. В хадж в комбинезоне, в мечеть в бейсболке. Фестивалем мусульманской одежды завершается Казань-саммит. Местные дизайнеры и кутюрье из Турции, Киргизии, Узбекистана удивляют не только роскошными традиционными костюмами, но и смелыми решениями. Лина Зинатулина узнала, что актуально в этом сезоне и примерила самые модные образы. Смож, поверните спиной. Получается, у нас здесь есть даже позвоночник. Так смело и современно украсила традиционное белое одеяние для хаджа дизайнер Анита Реймонд Грей. Рожденная в мусульманской семье в Казахстане уже успела пожить в 11 странах. В Турции девушки выглядят даже ярче других, а в Лондоне наоборот хиджабы снимают из-за общественного мнения. В Казани Анита решила доказать, мусульманская одежда может быть другой. И вот в образе бейсболкой кеды. Хотела, наверное, стереть грани между европейскими и какими-то арабскими, мусульманскими канонами в одежде. Белый и черный цвет был выбран не просто так, потому что у нас все заново пишется, да, на белом, черными чернилами. 11 дизайнеров из Татарстана, Дагестана, Турции, Киргизии, Узбекистана и Великобритании. Буркини, платья и костюмы. Все по канонам, но стильно и с фантазией. Сейчас в моде цветочный прит, а цвета сезона фиолетовый и лиловый. Я слежу за современными трендами и ориентируюсь на свои вкусы. Вот в кепках я шокирована сижу просто. Я думаю, это очень актуально будет и в Казани, для подростков особенно. Но поймут ли, конечно, наши старые поколения? Современная мусульманская одежда далека от стандартной паранжи. И каждой девушке в зале непременно захотелось примерить эти роскошные наряды. Вот такой образ выбрали мы. Блузка по мусульманским канонам, закрывающая шею и запястье, юбка длиной в пол. При этом наряд украшен традиционными татарскими тюльпанами, а волосы скрытые причудливой челмой. Такой вот матур от кутер. Так покреативили казанские дизайнеры Элара Шахи и Гульнара Хамаева. Популярность мусульманской одежды породила целую коллекцию. Года три назад, наверное, это было невозможно, потому что достаточно были у нас короткие луки. Сейчас, наверное, девушка позволяет себе носить длинную одежду не только на свадьбы, на какие-то вечерние варианты, на променады, а уже в обычной жизни. В свою обычную жизнь привнести шика могла каждая гостья шоу. Показ завершился ярмаркой. Алина Зинатольевна, Рамзельгарипов, ТНВ «Казань». И сейчас мы перемещаемся в парк «Тысячелетие Казани». Там сегодня подавали блюда африканской кухни, давали мастер-класс по приготовлению стейков и угощали тайским мороженым. В городе открылся грандиозный фестиваль «Вкусная еда» о предпочтениях казанцев Альбина Асулгараева. Я обожаю, когда много народу вокруг, все ходят, веселятся и кушают. Самое главное для нас это. И хлеб, и зрелище от шеф-повара. Мясо шипит на углях под приятную музыку. Здесь готовят стейки, к своим павильонам заманивают ароматами. Заранее подготовились, все очень быстро, паста почти сварена. Нужна термическую обработку, так же за усталом. Кому паста, кому десерты, кому бургеры и даже такое модное сегодня ПП. Меню фудмаркета сбалансированное, приправлена музыка диджея и ярмаркой поделок. «Атмосфера супер, очень веселая, тем более погода располагает сегодня. Нарольный и вкусно!» «Вкусно? Супер! Мы второй год посещаем, нам очень нравится, очень большой выбор еды. «Праздничная, все прекрасно, люди хорошо настроены, все улыбаются, это самое главное». «Попробовали? Вкусно? Да, вкусно». «Музыка нравится, вот шашлыки, что мы кушаем здесь вот на улице, тоже очень нравится. Из дома редко выходим». Жуют, перекусывают, поедают, уплетают, уминают семьями, парами, в одиночку. «Вкусная Казань» развернулась в парке тысячелетия. Парк утонул в гастрономии. Здесь сегодня рестораны города и не только. В солнечную погоду большая очередь за тайским мороженым. В этом году на фестивале «Вкусная Казань» можно попробовать впервые фермерские продукты, например, сыры. Также здесь мясные деликатесы, гусь, козылык, хлебобулочные изделия и молочная продукция. Фестиваль проходит четвертый раз. Он ежегодно меняет дислокацию. В этом году дата его проведения совпала с чемпионатом Европы под Хэквондо, чтобы болельщики увидели и вкусную Казань. Главное требование для всех без исключения – нужно приходить голодными. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике в сети. Я же с вами прощаюсь до вечернего выпуска. Он выйдет в 21.30. Всего вам доброго. Всем привет! Мне кажется, что это была лучшая неделя. Знаете почему? Потому что два дня поработали, отдохнули, потом еще два дня поработали и опять отдыхать. Поэтому на этой неделе дни немножечко поменялись. Значит, сначала был понедельник, потом пятница, ну, потому что потом сразу шел выходной, потом опять понедельник и снова пятница, а дальше суббота и воскресенье. Ну вот же оно! Райское наслаждение. 9 мая – День Победы. Великий праздник, который мы отмечаем уже 73 года. Был масштабный парад на площади Тысячелетия. В центре Казани прошел бессмертный полк. Вечером большой концерт. Но празднование проходило не только на крупных площадках. Некоторые казанцы сами организовали праздник в одном из торговых центров города. Это День Победы. Порохом пропал. Это праздник с сединою на лесках. Если вы 9 мая гуляли возле железной дороги, то могли увидеть вот такую картину. Как будто прямо из советского фильма выехал. Ну и по классике день завершился праздничным салютом. Ну и пробками. Куда уж без них после салюта. Все хотели посмотреть. Такие пробки только 9 мая можно видеть. Ну и не только, конечно. Все встало. Наношагами в нанобудущее. Помните, недавно говорили о том, что в троллейбусах можно теперь подзаряжать телефоны? Так вот, теперь в некоторых автобусах есть Wi-Fi. Пока Wi-Fi есть только в 10 и 47 казанских автобусах. Думаю, позже и во всех остальных. Их тоже будет. Но, само собой, перед тем, как использовать Wi-Fi, нужно будет посмотреть рекламу. А уже после наслаждаться и листать ленту Инстаграма. Все автобусы с Wi-Fi будут отмечены специальной наклеечкой. Так что, если вы увидели в автобусе наклейку с Wi-Fi, знайте, что даже в автобусе вы будете в сети. Станция метро Дубравная почти готова к открытию. Тестовый заезд электрички был и вроде все хорошо, поэтому думаю, что совсем скоро мы прокатимся на ней. А пока давайте поговорим о том, кто первым увидел станцию метро в нашей постоянной рубрике «В сети с президентом». Неделя Рустама Миниханова началась с инаугурации президента России, откуда в сети немало селфи. После Рустам Миниханов ездил на матч «Рубин-Уфа», который стал прощальным для полузащитника Карадениза. Ну, а 9 мая президент поздравлял татарстанцев и всех жителей нашей страны с Днем Победы. В рамках Казан-саммита он встретился с молодыми дипломатами из стран ОИС. Вот такая насыщенная неделя у Рустама Миниханова. А мы двигаемся дальше. Тем временем в Португалии проходит Евровидение, где наша Юля Самойлова выступила в полуфинале. И впервые Россия не смогла пройти в финал. На нашу Юлию уже налетели хейтеры с обсуждениями. Ну, как говорится, все по классике. Юлия, не переживайте, мы с вами. А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте, конечно же, День Победы. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Вторую строчку занимает чемпионат мира по хоккею, где сборная России в своей группе занимает второе место. Пожелаем парням удачи. Также в топе поиск участника Великой Отечественной войны по фамилии. Да, друзья, каждый из вас может воспользоваться подобным сервером и найти своих родных. И напоследок, вот такой вот вам пес, о котором каждый мечтает. Собака, помогающая сажать картошку. Друзья, ну это действительно чудо-пес. Чудо-пес, подумали сейчас все те, кто уже копает картошку. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои фотографии, видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Ниссан дешевле на 21%. Да, если в автоцентре Марка. Дарим небывалую скидку на новый Ниссан. Сигнализация в подарок. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Новый день. Новые улыбки. Любимая работа. Но иногда мы не замечаем, что все это немного сложнее для людей с ограниченными возможностями. В Татарстане насчитывается более 80 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Успейте воспользоваться государственной программой «Первые и семейные автомобили». Канавта на Мусина. И получите выгоду до 203 390 рублей. Канавта. Мусина 37. 230 30 30. Почему я выбираю Берекатле? Потому что вкусно. Потому что натурально. А значит полезно. И недорого. Молоко и молочные продукты Берекатле. Радость выбора для всех. Республиканский детский конкурс «Минимист Татарстан-2018». Финал 16 мая. Филармония. Начало 18 часов. Телефон 29 555 49. Билеты на сайте kassir.ru. Возрастное ограничение 0+. Лечение катаракты от 35 тысяч рублей. Клиника «Кузлярь». Казанские ведомости. Газета о Казани и республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики Казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление. Кто против? Я за. Снова в Казани. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Удачная подсечка. И вот она награда. Но все начинается с подготовки. Выбери самые необходимые снасти там, где разбираются в снаряжении. В магазине подсекай. Приглашаем в город Уфа на российский нефтегазохимический форум и международную выставку «Газнефттехнологии». С 22 по 25 мая. 400 компаний России и стран мира. Ведущие эксперты отрасли. ВДНХ Экспо Уфа. 17 мая. Казань. Дворец спорта. Большой сольный концерт Элвина Грея в свой день рождения. Билеты на кассир.ру. Категория 6+. Спешите видеть московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Болга-радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой. По вашим размерам Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в мае со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. В республике установилась комфортная и сухая погода. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет ясно и до 12 градусов тепла. На северо-востоке республики ожидается ясная погода. Там будет тоже до 12 градусов выше нуля. На севере Татарстана малооблачно до плюс 13. На северо-западе облачно с прояснениями. Там температура воздуха составит плюс 13 градусов. На юго-западе Татарстана малооблачно от 11 до 15 градусов тепла. В центре республики ясно и плюс 13. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска ООО «Челный Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700, К-701 из запасных частей к ним. На предприятии «Челный Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челный Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». В Казани будет малооблачно, до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 39%. Магнитное поле Земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова